Это лайф и мы продолжаем. Около 10 дней шли дожди в Дагестане, прорвало канализацию и попали сточные воды. И вот из-за этого и были отравления. Это сообщил глава Дагестана Рамазан Абдулатипов Владимиру Путину. Но это еще не все. Глава субъекта федерации утверждает, что это еще и результат коррупционной деятельности. И это сообщение будут проверять. И вот первые результаты этой проверки по делу о массовом отравлении людей в Дагестане. Следствие задержало генерального директора Махачкала «Водоканал» Магомеда Муртазалиева. В этом заявил Следственный комитет. Ранее глава республики пообещал принять жесткие меры, чтобы установить и наказать виновных. На встрече с Владимиром Путиным Рамазан Абдулатипов рассказал, почему отравились люди. Около 10 дней шли длинные дожди в Дагестане. И прорвало там канализацию. И, соответственно, попали в сточные воды. И отсюда было отравление. Сегодня в больницах 273 человека. Но по сравнению с вчерашним днем, на 30 человек меньше. То есть идет к стабилизации. Летальных исходов нет и не было. Два человека было в реанимации. И многие учреждения, в том числе и водоканал, они были переданы родственникам, бывших руководителей. А эти люди выкачивали оттуда деньги годами. И фактически не выделяли средства на реконструкцию, на ремонт и так далее. Стихия плюс коррупции. Это чуть не стоило жизни нескольким людям. Всего отравились и попали в больниц почти 600 жителей Махачкалы. А два человека даже побывали в реанимации. Их, правда, перевели уже в обычные палаты. При этом 434 пострадавших – это дети. И у всех признаки острой кишечной инфекции. В отношении должностных и юридических лиц возбудили уже 11 административных дел. В числе фигурантов как раз Махачкала-водоканал, ГУП «Чистая вода» и другие возможные виновники. Но Следственный комитет возбудил и уголовное дело в связи с массовым отравлением. Это статья 238. Наказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Глава республики заявил, что многие учреждения, в том числе водоканал, находятся в руках родственников бывших руководителей. И вот эти люди попросту выкачивали оттуда деньги годами и не выделяли средства на реконструкцию и ремонт.